Всем привет, друзья! С вами Антик и это Герои Меча и Магии 7. Мы продолжаем проходить сценарий под названием Кровный Договор, в котором Джованни, вампир, пытается захватить город Илуман-1. Поручила ему леди Людмила этот город захватить, и мы продвигаемся к цели. Зачистили мы уже от нейтральных войск вот это вот местечко мрачное, болото какое-то, которое, кстати говоря, называется Каньон Погребенных Заживо. Здесь когда-то много очень вампиров погребли заживо. Вот. Ну и я уже в прошлый раз хотел нырнуть в портал, вот в этот портал, чтобы выбраться отсюда и продвинуться, но заметил, что у меня еще алтарь не посещен, алтарь Эльрата, так что надо было сюда вот сбегать, вот этих ребят побить и посетить этот алтарь, потому что где-то у нас будет дверка, через которую мы не сможем пройти. Так. Сюда еще нам два хода понадобится, чтобы добраться. Так, вот у нас тут противник, серебряная магия серебряных городов нам противостоят. Будут они нам всячески мешать, всячески препятствовать нашей цели. Ну, я думаю, мы справимся. Герои у меня уже 15 уровня, так что на половину счета я прокачан. Так, быстроболь, что нам покажет? Ну, быстроболь нам показал, как обычно, потери. Ну, там вот эти кабиры, блин, плюются своим огнем. Конечно, с ними будет сложновато. Так. Что мы можем предъявить? Мы, кстати, отчаяние можем. Да, 4 на 4 у нас отчаяние. Так, ну, конструкторов морали нет, так что отчаяние для них вообще бесполезная штука. Разве что вот для кабира. Кабира. Ну, хотя бы давайте ослабление на касте. Хотя, знаете, у кабира тоже есть мораль. Давай-ка мы лучше отчаяние с кастем. Не знаю, зачем я голема захватил в эту область. Так, ну... Может быть, получится разбежаться в первый там. В первый ход. Так, ну, давайте пока подождем. Сейчас решим, что делать. Блин, все равно подходить придется. Грюбаные кабиры, все портят. Грюбаные кабиры, все портят. Если бы не они, мне подходить вообще не надо было. Минус пять скелетов. Ну ладно, скелеты мы поднимем, наверное, после. Хотя с скобиров только мы поднимем скелеты. С конструкторов-то они не поднимаются. Эх, беда-беда. Конечно же, я расставился не очень хорошо. Но я же не знал, где они будут, где эти войска расставлены. Так что, не знаю, можно, конечно, переиграть. Банши, банши. Ну давайте банши снимем вратку. Блинчик я, конечно же, не наделал перед боем. Блин, так-то эти големы толстые, как хрен знает что. И вампиров терять не хочется. Ослабление. Так, слушайте, я себя тоже ослаблю, да? Так, а что на эту... А, блин, гарголи же у нас, блин, невосприимчиво к магии там. Так, ну ладно. Пауком тогда. Браточку снимаем. Баншей. А, банши, кстати, долетит у нас до... Кобира. Да, ну-ка, давайте. Так, что там у нас на банше-то? Так, основение тьмы. Так, ну, 250 скелетов, я думаю, затащат как-то. Блин. Я хотел вот сюда встать. Чуть позади. Чтобы промахнулся. Нормально, так, Кобира, она. Так, все-таки они все вампиры бьют, да? Гарголи, наверное, тоже будет вампира бить. А, нет, как гарголи на скелетах загрелось. Это хорошо. Это хорошо. Вампир может пополнить жизнь, если что, на Кобире. Ну, да, 30 хп он пополнил. Так, а что у меня... Кроме этих заклинаний у меня ничего нет. Вот, атака героя, она слабенькая, да? Ну, в принципе, надо сказать, уж не такая слабенькая. 220 дамага, это все-таки хоть что-то это значит. Нормально. Я думаю, как-нибудь проживем. Тут, в принципе, все войска можно сливать. На одних... На одних скелетах можно вытащить. Такая вот раса Некрополис. Факция, точнее. Так, прикосновение дьмы на вампира. Так, 13 скелетов, 24 банши потерял я. Ну, банши, конечно, не восполнили все от скелетов. Нормально. 219 скелетов. И еще и новый уровень получил. Так, одна очка навыков. Что я там качал-то? Я дипломатию качал вроде бы когда? Или матью тьмы я качал? Ну-ка. Давайте дипломатию прокачаем уж. Раз на то дело пошло. Так, тысяча золота. Конечно же, золото у меня здесь нанимать надо будет войск. А приток золота у меня... А, тысяча в день у меня есть. Золотая шахта где-то тут захвачена, да? Где-то тут золотая шахта была. Тут у нас лесопилка. Хотя, подожди, тысяча золота вместо чего? За гарнизону, что ли, с форта? Ну ладно, фиг с ним. Разберемся потом. Что там у нас? Серебряные города. Чем занимаются? Все так же бегают туда-сюда. Посмотрим. Посмотрим сейчас с этими воздушными элементарями драться надо будет. Они далеко летают. Слишком... Слишком далеко летают. Но тут я уровень получу уже. Видно, что, да? Так, надо попробовать от них как-то спрятаться. Но сюда, между прочим, они вообще не подлетят. Блин, надо было паука ставить вправо, да? Ну, ты зафиг угадаешь. Ну, они, кстати, не долетают до конца-то. А, нет, этот долетает до паука. Хорошо. Так, у них мораль есть вообще? У них мораль есть. Так. А, один, кстати говоря, сразу же деморализован был, да? Потому что... Это замечательно, на самом деле. Это замечательно. Так, вампиром подождем. Пауком можно обратку снять. Нормально. Пауков сливаем. Они нам, в принципе, особо не нужны. Так-то эти элементарии, конечно, толстоватые. Достаточно толстоватые. Так, где мы вот... Блин, тут как, конечно, не встанешь... Все равно подстава. Можно было, в принципе, вот этим скелетом снимать обратку, но... Что-то уже, ладно, поздно. Слишком поздно. Минус 30. Но еще не получили, кстати говоря, от гниения вот этого... Гниющие кости. Так что... Все хорошо. Так, и что мы можем сделать? Мы можем отчаяние еще раз прокастовать или ослабление. Так, вот это его добьем. С этого можно контр-атаку снять. Может, не добьют моих паучков? Нет, все-таки не добьют. Нормально, с удачей. Вот, да. Кстати, я говорю, удачу прокачать. Вот он, герой. Живание получает новый уровень. И мы что, прокачиваем? Наместник приростных существ. Ну, у меня города нет вообще. Так что я приостановлю пока. Прокачку дипломатии. Так, защита, защита. Экономика, исследования, изначальная магия, магия воды. А удачи-то, кстати говоря, у тебя и нет, да, Живание? Удачи-то у тебя и нет. Печаль. Печаль. Другую магию я вообще пока не встречал. Может быть, не знаю, что-то докачать-то тебя. Защиту дальше прокачивать. Ну, давай защиту дальше прокачаем. Раз больше нечего. Так, ну, судя по тому, что у меня ресурсов, вот тут базовых, как бы, много дали. У нас будет город. Так, возможно, вас удивит, что Людмила пошла на тайную сделку со Священной Империей. Но на самом деле, такие договоренности не были редкостью до момента Великого Очищения. Когда шерифы Семи Городов и Люстицары Империи решили объявить некромантию вне закона. Так вышло, что война сломанного посоха оказалась весьма дорогостоящим удовольствием, причем речь не о деньгах. От нашего помешанного Верховного Иерафанта даже мокрого места не осталось. Повелитель окончательно отошел от дел. Наш культ разгромлен, а земля обращена в пепел. Говорят, Асха примет всех, но я не представляю, что она будет делать с такой толпой. Теперь оставшиеся лорды мертвых грызутся между собой за клочки пустоши, которую мы называли Домом. Многие принялись исповедовать философию бездны с той же преданностью, с которой поклонялись богини пауков. Людмила делала все возможное, чтобы поддержать порядок, но без власти у нее нет никаких шансов. Илуман 1 первый шаг к обретению этой власти. Окей. У Людмилы нет власти, но она пытается навести порядок, и мы в этом ей помогаем. Кстати говоря, золото забыл тут взять и рудую пропустил, нифига себе. А, подождите, нет, что я пропустил? Это же я уже портнулся, да? Новое место. Просто, блин, тут земли такие просто одинаковые, и это... Это меня смутило немного. Вот, отсюда я портнулся. Здесь я оказался. Подождите, а где я оказался? Вот здесь я оказался. Все окей. Идем. Сориентировался на местности. Ух, эти порталы. Так, какой будет первый город, который я захвачу? Тут еще, кстати говоря, в этой местности два портала, да? Врата духов, врата духов. Выход. Только вход. И тут как раз тот алтарь. Видимо. Ну, печать. Окей, ладно. Собираем ресурсы. Ну что, тренировочный лагерь? Улучшить можно. Ну нет, кого улучшать-то? Банши, что ли? Банши мне не улучшить. Вот, скелета можно улучшить. Вампиров можно улучшить. Вроде бы как. Давайте тогда отобьем. Угроза невеликая. Упадочку скелетов Банши потерял. Родни их приигрывать не стоит. Отлично. Теперь у нас лорд-вампир. Так, давайте, кстати говоря. Может быть, пригодятся они нам. Да, блин, отмена. Конечно. Почему ок справа, блин, отмена слева? Что за... Может, из-за того, что беганок вправо двигается? Как хотя-то располагают, блин, в интерфейсе все эти кнопки. В общем, принято же, что вроде как ок слева. Ну, хотя фиг знает. Может, я ошибаюсь. Так. Ладно, скелеты. Может, они присоединятся ко мне? Хотя, да. Так, а что они охраняют вообще? Кучку руды охраняют. Да, ну, нафиг. Может, вы когда-нибудь к нам присоединитесь? Так, а тут, кстати говоря, можно сразу же одного героя убить. 25-го уровня. Я, наверное, кучу получу вот этого. Ух ты, тут поселение, кстати, я пропустил. Ильич, сломался вампир. Ну, ладно, давайте сначала героя побьем. Блин, фигать кого побью, у меня кончились ходы. Черт. Герой сейчас бежит. Ну, что поделать. Не тут-то было. Так, а что, между прочим, я здесь пройду вообще? Угу. Пройду. То есть, я могу сразу на город идти, в принципе, и не париться. Герой тут у меня. Небольшая угроза. Тот сбежал, да? Тот сбежал. Ух ты, 8 к силе, слушайте. Этот артефакт не сильно поможет. Хотя у меня-то порт тут, плюс 6 к урону. Так, миагерой-то ведь на силу ориентирован, да? Та-да-дам. И тут, кстати говоря, такая охрана не слабая, на самом деле. Начало циклопы, потом паучки. Ну, паучки-то маленькие, конечно. А вот циклопы, блин, стоят, охраняют, охранить. Так, сколько у меня вообще силы? У меня сейчас 7 сил, да? Так, давайте я даже сохраню все что-то. Боязно как-то немного. Попробуем циклопов усмирить. Эх, если бы не два вампира я потерял, я бы, наверное, не стал переигрывать. Но два вампира это серьезно. Что-то не нравится мне, как стоят мои воины. Давайте-ка вот так вот. Баншу-то пофиг, она летает, а вот скелет. Так, сейчас мы проверим. Это у нас циклопы обычный, он стрелять не может. Правильно? Правильно. Значит, надо ожидать. Ослабление на три хода, да? Блин, стрелков-то у меня нет. Сироп придется подходить, да? Ну ладно, давай тогда подождем. Так-то надо поближе подойти, чтобы потом назад залететь. Вампир это как бы... Ну ладно, афиг с ним, с вампиром. Герои, кстати, надо сделать ход героям. Так, давайте-ка мы сразу ослабление наложим, чтобы следующий ход уже отчаяния наложить. Не париться по этому поводу больше. Так, вампир у нас телепортируется, так что ему тоже пофиг. Можно загородить путь. Так, подошел, да? Эх, отчаяние, давай отчаяние. Сколько у тебя будет морали? Минус 30, наверное. Минус 32. Вот так вот. Так, ну паучком снимем братку, и на этом мы с паучком спрощаемся. Наконец-то. Так, отлично. Пошло, поехало. Так, вот эти ребята мне будут, наверное, как-то удерживать его на месте. Ну, чтобы он туда-сюда не бегал. Хотя тут что-то никак не загородишь ему путь. Так, скелет сзади. Хорошо, что он сейчас ходит, потому что, если бы вампир к нему подошел, то он бы вампира мог ударить. А так у него нет возможности по вампиру фигануть. Отлично, минус 1. Так, ну что, на нем все отчаяние есть, больше ничего мне наложить, поэтому физатакой. Валим циклопа. Минус 1. Да, что-то я там. Про братку-то забыл немного. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас мы уже его завалим. Зато мне заново не надо будет единичек делать из скелетов. Я уже готова. Все живы. Все нормально. Бедный циклоп. Мне даже где-то его жалко. Но у вампиров нет жалости. Так, тут у нас что? Проклятые души. Давайте зайдем посмотрим, что охраняется за ним. Четыре магии нафиг надо. Кстати, что там у нас с охраной-то? Что-то дофига я потеряю воинов, чувствую, что в этой битве без всяких стрелков там. Одну единичку потерял, да? Фиг с ним. Сразу же единичку сделаем. Окей. Да чтоб тебя. Мне там единичка появилась, где я хочу. Так, и идем брать артефакты. Отлично. Наручи циклопа. Ну, все, все логично. Все логично. Циклопа охраняли на ручи циклопов. Так, тут опять больше не из жизни. Окей. Вот они плюс 8 к силе. Шикарно. Кстати, надо прокачать что-то. Что прокачаем? Ну, в принципе, можно прокачать вот это. Поскольку у нас некромантов унижить и все, ну, большая часть милишники, надо бы им активно эту защиту прокачивать. Вот такие вот особенности, как бы, разных фракций. В принципе, у всех там, по-моему, по два стрелка, кроме нежити. Ну, хотя это надо еще подумать что-то. Так, хорошенько. У эльфов точно два стрелка, а там друиды и лучники. У магов кабиры. Кабиры и ковры. Тут им еще есть там. Так, еще есть, наверное... Какая фракция? Непокорные племена, там гнолы и кентавры. Какие еще раз и бывают? Любые недели детей, блин. Так, тут у нас что, форт? Или сразу пойти город захватить, слушайте, что я жду? Нафиг мне все эти форты. Так, кстати, вот этот Илуманагин, там где находится вообще? Вот здесь вот он находится, да? У нас серьезная угроза. У нас вообще смертельная угроза. Потому что надо подготовиться. Нормально надо подготовиться. Туда всяко порталом как-то надо проникнуть, потому что не вижу я туда пути. Хотя, подожди, а тут есть путь, да? Высокая угроза. Вот отсюда как-то проходить. Чтоб сюда попасть. Фики вот знает, наверное, в портал нырять какой-то надо. Ну, а есть только выход, блин. Ну, ладно. Потом не случаю этот вопрос. Так, ладно, я форт захвачу, только чтобы у меня шахта с золотом захватилась. Такими золота нужно будет, чтобы копить войска. Так, чтобы по-быстрому, наверное, эту карту не пройти никак. Ну, хотя можно, наверное, зарашить там все дела. Так, ослабление. Так, ну что, тут у нас достаточно много живых существ, поэтому, я думаю, вот отчаяние вот сюда вот. Если прокастить, это будет нормально. Ну, ждем, пока они тут подойдут. Они всяко подойдут. Так, грозовой разряд на големе. То есть, подходить ему опасно, да? Ой, насмерть. Почти убила. Так, один. Хм, где же у нас... Где же у нас... Так, големы подойдут, в принципе, да? Можно подождать, наверное. Какой же у меня, блин, слабый все-таки средство поддержки. Вот это Намтару. Как тебе? Аватар Намтару. 46. Эй, хватит вампиров фигачить. Чего вы пристали так? Ну, скелет может подойти уже. 434 скелета. Все-таки надо его по центру ставить, этого скелета гребаного. Надо будет запомнить. Не забыть. Это сделать. Так, ракшасы, ракшасы. Бородку получу сильную. Ну, давайте хоть тут пополним хп на этом джуне. Вот, и дальше вот сюда пойдем. Так, ослабление. Вот на этих ребят. А, ну да, горгулья, как обычно. Я забываю все время, что... Слегка она не восприимчива к магии. Самую малость. Так, а ракшас-то сейчас, конечно. Все, она, в принципе, не успеет сходить. Так, вот, единичками с кого снимать совершенно непонятно, потому что вот этот... Он забьет насмерть любого, по-моему, воина и голема, и ракшасу. Так что, наверное, единичками-то не стоит вообще ходить. Хотя вот можно сюда подвезти. Так, пройдите-ка, можно единичкой его с горгулей снять обратку. Чтобы потом банши фигануть. Так, ну вот я ракшасу убил, чтобы... Голема не подходить. На нем все-таки разряд. Грозовой. Все, еще сколько он хп? Ух ты, слушайте, 440, 660 хп. Нет, нет, не трогай, не трогай вампира. Блин, минус 1. Твою ж мать, чего вам надо всем от вампира? Сволочи. Не дают покоя нежилым. Посмотри, что творят, а? Гребаный голем, надо тебя убить нахрен. Ну, наконец-то. Удачи. Отлично. Так, попробуем восстановить хп, да? Да блин, как так-то? Что ты там? Тоже, что ли, грозовой разряд или что? Вообще, капец. Что за люди? Так, гребаная горгуля, вот тебя. Получи. Что, геморализация? Отлично, грозовой разряд. Просто шикарно, слушайте. Это, конечно, ирония. Так, что-то у нас, прикосновение дьмы, удар молнии. Так, ну я думаю, что надо вампирам фигачить. Да, конечно, получу я опять дамагу. Что-то там хп у тебя, 96. О, слушайте, он восстановил хп все-таки. Опачки. Вот так вот, да? Ммм. Ну, с магами вообще иметь дело, это себе просто убыток. Нет, ребята, я не хочу. Я не хочу терять вампира. В ним недороги. Вообще можно вампиров в бой не везти, нафиг. Раз такие дела. Раз так они с этой магией... Просто нет, слушайте, искусственный интеллект реально улучшился. Я вот прям замечаю по этому бою, что искусственный интеллект стал получше. Раньше они так не делали. Сейчас, блин, на всех подряд грозовой разряд и фигак, фигак. Минус вампир, минус вампир. Просто потеря-потеря какая-то. Ну вот, Рокшаса подошла. Не полностью, да? Ну ладно. Винничек можно, в принципе, подвести пока что. Ближе. Так кто-то Джун достанет, если подойти. Вот так вот его, ешкой. Ой, беда. Это просто какая-то беда. Как ни крути, все равно теряю я кучу войск. С этими гребанными магами. Так вот тебе. Получики распишились. Сука, у ХП вампира. Так уж и много, да? Ничего не убил. Так, давайте здесь вот встанем, я думаю, чтобы... Тут нет ни на каком грозового разряда. А, магическая отдача, смотрите. Это отдача безначальной магии. Поглощает урон тут у нас. На этом что? Вроде бы ничего опасного. Вроде бы как можно, да? Так, ну-ка, сколько у них там? Минус 42 морали. Минус 42 морали, блин, они как-то еще умудряются ходить. Я просто поражаюсь. Вот вам ослабление получите. 6-7. Блин, какой, какой боевой дух нафиг? Сколько там? 38. А почему у нее 38? Интересно, а почему на нее не действует? Или у нее, у нее, ух, это РШ вообще изначально дофига боевого духа. Так что даже мои дебафы не срабатывают. Ну, точнее, срабатывают, но недостаточно. Это интересно, кстати говоря. Почему так? Так, что там, грозовой разряд? Блин. Все, убил нафиг. Да как не убил-то-то еще до сих пор. Так, вот это надо убить руками. Все. Ну, это вампиры оставили живы. Так, 18 килябов, 13 банши потерял, да? Ух ты, первый раз вижу вот этот тюрбан с сосредоточением, плюс один к метамагии. Забавно. Так, сколько мне там поднялось-то? Не так много. Не так много, ладно. Блин, еще с гарнизоном сражаться. Ну-ка, быстрый бой. Он первых не потерял, значит, надо согласиться. Так, и на перестройку сейчас, сколько денег уйдет у меня? 1500 золота. Ну ладно, зато я золотую шахту захватил, как бы. Можно теперь не заморачиваться. В принципе, стоило сюда зайти, потому что здесь как бы тупичок. Я могу спокойно теперь идти вниз. Чтобы город захватить. Золотишко. Золотишко. Да. Не хочу их бить. Ну-ка, может они все-таки присоединятся, нет? Нет, не хотят. Кстати, я обломки забыл. А, кстати говоря, нет, у меня сейчас нечего улучшить. Ладно, идем тогда в город. В наш будущий город. Блин, а как мне тогда второго героя, что ли, заводить? Потому что снижить вот эти ребята не очень будут дружить. Мне хочется Ракшас поиспользовать все-таки. Так, стоп. Обсерватория. Давайте осмотримся. Так, что мы имеем? Алтарь, Шалас. Тут гидры, да? Стоят. Низкая угроза. Нормально. Тут у нас гарнизончик. С незначительной угрозой. Ну, сейчас мы это все дело позахватываем. Кстати, поселение так и не захватил. Ну, попозже тогда захвачу его. Сейчас надо город, наверное, захватить в первую очередь. Будет гораздо полезнее, чем поселение. Ну, давайте пойдем. Мастер-бой. Ммм. Даже так? Он, наверное, нифига не отстроен с городом. Какого он уровня-то? Да, да, первый уровень, слушайте. Тоже мне. Нафига им город, если они его не отстраивают? А нет, подождите, он не первый, он 14-го. Это укрепления там первого уровня были. То, что я видел, это были укрепления. Так, ладно, тогда. Тут, кстати говоря, он еще ограничен в развитии, то есть никаких чемпионов мне тут не нанять. Так вот хитрость делали, конечно. А, сегодня в этом городе нельзя строить. Ну, ладно. Нельзя так нельзя. Че, они побегут отвоевывать? Нет, его назад. Наверное, нет. Я бы не побежал. А нет, я побежал, конечно. На месте искусственного интеллекта я бы не побежал. Так, что за пустырь такой? Просто болото. Так, экономика тут, в принципе, нормально, да? Сейчас магистрат. Тысяча золота в день, все дела. Конец недели, скоро. Накрепление второго уровня. Пять драконий стали, да? Не хватает. Ну, на рынке, конечно, цены бешеные всяко. Ну-ка. Давай, за 10 идет. Вот три штуки выменяйте, чтобы отзади деньги. Давайте забешу на деньги в умении. Драконий сталь. Построим Ракшас. Вот такие вот дела. Тут героя можно нанять, да? Так, конечно, жить среди них ни одного мага нет. Да, одни некроманты и эльфы, блин. Откуда эльфы? На хрена тут вообще эльфы? Тед Киеру. Известна нам по компании героев пятых. Так, ладно. Что тут у нас? Тут еще одно поселение. Тут лично массовый ампир. Там тоже лично массовый ампир, да? Или сначала сюда сгонять? Какой-то вампиры потерял. Свою же. Блин. Как так-то? Что там такого? Ну, ну ладно, ковры 20 штук. 50 вот таких, да? Эээ, беда-беда. Отчаяние давайте. Может они все-таки пойдут вперед, нет? Да, джуны перелетают. Так, там ампирами агрятся. Вот это не на вампира. Хорошо. Вампира вперед, конечно же. Сейчас мы сразу же получим во втором раунде ход вампирами. Накажем от этого ковра. 30. А, там големы еще, слушайте. Големы опасны. Ну, големов, наверное, мы банши потом. Фига к нему. Или наоборот. Ну ладно, давайте вот так вот. Жаль, конечно, у вампирового боевого духа нет. А то бы они тут, конечно, всех бы разнесли. Как бы они ООЕшку не скастили, вот я думаю, сейчас. Не очень удачно встал. Ну, скелету придется потоптаться. Стеночки. Так, ну что тут предпримем. А, у тебя, смотри. Нет. Я думал, геморализация. Да, геморализация все-таки сработала, да? Хорошо. Только хп у тебя осталось. 20. 20. Так, ну, скелет у нас тут, как обычно, не у дел. Так, ну что, Голема может убедиться сейчас сами об кого-то. Об вампиров. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило до уровня. Вот это интрига, вот это напряжение. Так, идем вниз, короче. Короче, вниз. Хотите знать, чем так важен Илуман-1? Город был построен сразу после очищения, чтобы присматривать за нашими ретивыми соседями. Поначалу им командовал лорд Сегбет, весьма старомодный вампир, Асхото, Асхасе, крайне скучный малый, начисто лишенный хитрости. Я едва не начал рукоплескать, когда услышал, что его сожгли на костре во время войны сломанного посоха. Сгореть дотла, это, пожалуй, был самый яркий момент в его биографии. Илуман-1 имеет трагическую ценность благодаря одному только расположению, но я подозревал, что интерес Людмилы вызван не этим. Ходились слухи, что Сегбет приказал своим рыцарям-вампирам залечь в спячку в пещерах под крепостью, пока он их не призовет. Но из-за свидания с вечной смертью он этого так и не сделал. И, если верить легенде, легионы-нежити до сих пор ждут под замком. Это именно те силы, которые так нужны Людмиле. При условии, что маги или юстицары еще не нашли и не уничтожили их. Окей. Вот она истинная цель, почему мы продвигаемся к этому городу. Людмила предполагает, что там армия нежити спит. Интересно. Обаточки. Тут надо на корабле плыть куда-то. Что-то не хочу никуда плыть. Пока что. Ну, раз я не хочу никуда плыть, значит... Значит, пойдем поселение освобождать. Поселение освобождать. Так, тут у нас что? Ладно, сначала вот это поселение, которое я пропустил. Вначале. Ну, ладно, давай дальше идем. Я думаю, он просто может воинов набрать каких-то. Хотя у меня сейчас, наверное, никакого прироста нет. Ну, Ракшас можно, но у них боевой дух будет плохой. Так, я, наверное, подожду до следующей недели. И, может быть, там какой-то герой новый появится среди этих ребят. Ну-ка, это что у нас такое? А, у нас тоже эльф. Это тоже гребаный эльф. Так, ну что-то можно сделать там. Давайте прирост кобиров увеличим. Сейчас новая неделя будет, и, может быть, там дипломатия сработает. С наступлением новой недели. Так, сражаясь в землях вокруг этого города, ваши герои будут накладывать по одному. На два случайно выбранных треток противника. Это забавно, кстати говоря. Давайте-ка возьмем. Пожарите. Мне оно нужно для развития? Ну, в принципе, для развития это не нужно. Ну, для джиннов вот эту штуку все равно построить надо. Так что... Сердце магии... Сердцу магии в городе быть. Дели, на которой в хороший телескоп можно увидеть отдаленные миры. Кстати говоря, я вот дипломатию я вкачал, а она так у меня ни разу не сработала. Никакой хрен я ее качал, спрашивается. Что за навык? Вообще ненадежный. Нафиг, не буду больше дипломатию качать. Никогда никому. Так, ну ладно, отчаяние давайте. Подходите по одному. Деморализацию схватил, да? Ну давай, офигакнем. Блин, они сейчас... А нет, они не дойдут сейчас. А это значит, что... Блин, они деморализацию опять схватили. Клые уже, блин. Вот она, обратная сторона деморализации. Либо хорошо, но... Придется теперь ждать еще от следующего раунда. Нет, они сейчас не нас не убьют и отхватят. Отхватят обратку. Давайте уже подходите. Нормально. 574 скелета у меня все-таки уже. Это линчичерство. Так, показатель защиты атакованного. Это нормально. Берем ультимейт в ветке защиты. И захватываем поселение. Так, и кстати говоря, я могу ведь потом... Вот в этом строении улучшить вампиров. Те один вампир, куда мне его девать? Так, там у нас... Какая-то печать, я сквозь него пройду. Не могу посмотреть из-за этого гребаного элементаря. Так, печать эльфов, да, какая-то там. Это не то, что я посещал. Тут не поймешь. Ладно, давайте подождем. А, что-то я жду-то надо было построить что-то. Что-то построить. Так, у меня уже завелся... Завелся вражина. Кстати говоря, он... Ко мне подходит. На какой фиг ты подошел ко мне, если ты знаешь, что... У меня угроза охрененная. Или ты на магию надеешься? Какая магия у тебя? Первый уровень героя. У тебя ни магия, ни силы. Ты никто, слышишь? Никто. Ммм, надо скелетов по центру. Так, вот, да? Масфар. Отчаяние. Так, этим ребятам придется подходить опять, да? Блин, ну, конечно, на голимах, на горгулях он... Нормально может затащить. Сюда, что ли, подлететь? Но там прямой выстрел будет. Да пофиг вообще, бамшу можно сливать. Может, Глемт... Сюда вот подойдет. Если бы я его скелетом достал. Кто знает. Хотя он, наверное, сюда вот будет двигаться, к Ламасу. Ближе. Что там, геморализация или что было сейчас? Тоже геморализация, нет? Нет. Ах ты, черт, пронзающий выстрел. Да. Глем пошел... Бамшу. Ну ладно. Очень-то и хотелось. Так, ну... В принципе... В принципе... Можно вампиров подтащить как бы. Где-то и опасно. Крайне опасно. Как сказал один летсплейщик, это будет крайне рискованно, мать твою. Ха-ха-ха. Так, и мы сюда. Ламасу, наверное, к ней пойдет. Здесь можно было, в принципе, ламасу и заградить дорогу голему сюда поставить, чтобы големы на вампиров не огрелись. Но, хорошая мысляка, как обычно, приходит слегка запоздала. Что поделать? 52 голема. 52 голема могут причинить нормальный такой урон. Так, у них атака какая? 0 атака. Прикольная атака 0. 6 атака. Вот так вот. Грагулья умерла до того, как скелет нанес удар. Ну ладно, хоть лемона вампиров не огрится, это хорошо. И это очень хорошо. Вот такие вот дела. Так, я и с этим не хотел сражаться. Да ну-ка, а может быть, все-таки присоединятся, нет? Да что такое? Нет, не хотят. Ни в какую не хотят. Что они с ними делать? Не хотят они присоединятся. Я помню так, как в этой, на карте, когда играл за некроманта-дипломата, там в схватку. Ну, в принципе, если кто-то смотрел, то видел, что я хотел эльфов завербовать и много недель ждал, прежде чем они все-таки потом согласились ко мне присоединиться. Спустя много недель. Так вот работает дипломатия. Если на этой неделе они решили не присоединяться, то они и присоединятся. Так, кстати говоря, у меня что там никого, врагов-то нету рядом с городом новым. Вроде бы нету, да? Каких врагов? Так, в городе мы построим... ...что? ...блин, у меня ресурсов нет. У меня нет ресурсов. Печаль. Печаль и горчание. Да, во многих местах на этой карте мне еще предстоит побывать. Ну и что, нельзя пройти печать Силана, да? Ну, так я и думал, в принципе. Значит, все-таки придется на тот корабль садиться и плыть. Тут портал с выходом, блин, отсюда могут переть маги. Это плохо, на самом деле. Так, печать Силана, где же я ее видел? То где-то тут, да? Вот она. Да, вот она, печать Силаны. Эх, блин. Ну ладно, давайте тогда еще одно поселение захватим и отправимся в путь. Отправимся в путь. Опять руды, мне надо пять руды. Как-то поступление руды ноль в день, как бы. Не хочу их убивать. Не хочу убивать своих родичей. О, можно так сказать. Тут нечего брать. Нечего ловить в городе. Надо бы хотя бы укрепление там построить. У меня укрепление-то там первое уровня, ведь. Если что, на защиту. А то сейчас Дживане у меня уплывет. В дальние края. Город без защиты. Так, вот с этими ракшасами будет сложно, я чувствую, прям, да? Да уж, да уж. Ох уж, да уж. Алтарь шаласы. Вот он, алтарь шаласы. То есть я могу потом сюда пройти. А, и тут портал. То есть мне не обязательно сейчас уплывать куда-то. Тут минотавры. Ну вот угроза как бы низкая. Это на самом деле нормальная такая угроза. О, кстати, я броника не посетил. Тут что у нас? Здесь к судьбе. Ну, судьба, кстати, это хорошо. Для некров. Так, посмотрим сейчас укрепление в городе. Какого ни уровня у нас? Укрепление первого уровня только, да? А тут у нас не хватает кристаллов. В принципе, если что, можно выменить один кристалл. В случае чего. В случае экстренной ситуации. Ну, такая интересная достаточно карта. Мне она понравилась. Так, быстро бой. Да. Вампиров теряем, значит, переигрываем. Вампиров терять нельзя. Так, здесь оставим. Надо в уголке, наверное, сосредоточиться. Пусть они подходят. Хотя у меня стрелок, конечно, так себе. А, слушайте, я единички не сделал, да? Что будешь делать, да? Надо бы так-то из банши единичек делать. Может, у них инициативы побольше. Они ходят быстрее, чем скелеты. Так, давайте-ка мы в отчаянии вгоним вот этих двух. Вот этих двоих. Может быть, кто-то из них ход пропустит. И хотя бы по мере поступления буду их валить. Потому что вот эта самая жирная Ракшаса. Ее придется повалить первой. Ммм, деморализация сработала все-таки. Нет, не сработала ни хрена. Ну, ладно. Первый ход, значит, мы в обороне сидим. Тут такой маленький дамаг. Достаточно. Ух ты, кстати говоря, вот это лично у нас аводишут искажающий сглаз. Скажи, блин, искажающий сглаз не взвесит в защите. Ну, хорошо. Так. Можем, в принципе, ударить понемногу. Зачем в обороне-то сидеть? Минус 28, конечно, но что поделать? Минус 3. Да, беда, беда. На толстане что поделать? Ничего с этим не делаешь. Так, мы первый назад, наверное. Я тоже назад. В этом ходу мы уже больше не будем атаковать. Хотя скелет у меня сейчас фига гнет. Слегка. Да, нормально, там так он слегка фига гнет. О, да еще с удачей. Не зря посетила все-таки свекую деву. Угу. Скелеты, значит, они смогут ударить. Давайте искажающий сглаз наложим. Хотя бы 4-6. Че у них там? Слабости. А тут слабости нет, да? Так. Вы слабы. Вы не можете атаковать. Так, неужели геморализация все-таки сработала? Да, хорошо. Вот, в принципе, все. На этом сценарии я просто какой-то мастер-дебафер. Дебафы работают на отлично. Не потерял тут кучу банши, конечно, но за домом пиреса все легоньки остались. Сука, там 33 банши, да? О, 40 поднял. Не фига себе. Еще и выигрыши остался. Так, плюс один в защите у меня получил герой с новым уровнем. Так, че у меня надо? Навык прокачать, да? Так, а что же мы прокачаем? Что же мы прокачаем? Наместник основных существ. Ну, не знаю, даже не знаю. Экономика, исследования, изначальная магия, магия воды. Нечего прокачивать-то. Особенно там. Ну, можно разве что вот этот прирост существ увеличить. Когда я еще в городе-то буду? Исследования, экономика. Давайте исследования прокачаем. Кстати, что мне это не прокачано, что ли еще? А, нет, прокачано, все нормально. Все нормально прокачано. Так, захватываем поселение. Нанимаем сразу себе вампирчиков и прочих тварей. Так, ну че, эту гидру-то я завалю? Завалю, конечно, че нет там? Ну что ж, я, пожалуй, тогда на этом пока что приостановлюсь. Гидру валить мы будем в следующий раз уже. И дальше нам предстоит через печать шаласы пройти и наткнуть вот в этот портал, который нам всяко вот сюда приведет. Я так думаю, что именно наверх. Хотя, подождите, может быть и не наверх, может быть сюда. Да, вот он, кстати говоря, этот портал, наверное. Я так думаю, что это он. Ну-ка. Если присмотреться. Если присмотреться. Так-то похож, да? По свету. Там меня сразу циклопу встретит. Хотя, вроде бы, не отображается меч, что меня там кто-то встретит. Ну ладно, на этом все будет уже в следующий раз. Спасибо вам большое за то, что целите за прохождением этой наинтереснейшей карты. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. И делитесь видео с друзьями. С вами был Антик. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok